Привет, мои хорошие! Начинаю новый влог. Ждем курьера со Сбермаркета. Сейчас приедет, покажу вам, что привез. Целая гора пакетов. Все расфасовано, даже еще больше, чем в прошлый раз. Из метро пакетов и туалетная бумажка отдельно. Опять очень вежливые сотрудники, прям вообще. Сейчас с вами на кухню переместимся и будем все распаковывать. Достаю, девчонки, первый пакет. Здесь у нас яйца и сыр. В этот раз я выбрала доставку из Ашана. Полазила, посмотрела. Сельгроз мне не очень понравился. Линия тоже в плане цен, в плане ассортимента. И я решила, что в следующий раз я буду заказывать снова в метро. И пока все вот прям устраивает. Так, сыр. Со сроками годности я даже проверять не буду. Я уверена, что все нормально. Почему? Потому что мне звонила девушка-сборщик, безумно приятная. И сказала, что вот знаете, там аромовые бабы, по-моему, сейчас покажу, дойдем до этого. Они, срок годности у них 10 дней, осталось 4 дня. То есть это нормально, да, можно было и не спрашивать даже. Она сказала, вот осталось 4 дня, будете брать или нет? Я сказала, ну буду, конечно, 4 дня съедим сегодня, завтра обязательно. Так что взяла вот такой классический сыр Брест-Литовск. У меня все где-то на 1800 вышло. 1806, по-моему. Ну, цены тогда тоже буду вам подписывать. В общем, это Ашан. В этот раз почему заказала тут? Потому что в Ашане моя любимая масочка. Яйца. Все отлично. СО или С1? С1. С1. Вот так, таржевой пакетик. Самый большой из того, что тут у нас хлеб. Так, мы такой, кстати, постоянно берем. Дальше взяла черный хлеб. Вот такой, девчонки. Первый раз беру такой бородинский. Я показывала вам, какой я люблю. Немножко другой с зернами. Но этот, я думаю, тоже ничего, в принципе, будет. И вот эти вот ромовые бабы, у которых осталось 4 дня срока годности. Или пакет не шуршать, не ай. Так, и должно было быть три штуки. Да, вот три штуки. Вот они. Что-то свежайшие и мягенькие. Как бы, ну, все прекрасно. До... Он годен даже 12 суток, до, девчонки. До... А, изготовлено 19-го, 0-1-го. То есть еще 12 суток, да. Ну, вполне себе. Вообще, вполне себе. Так, вот такой вот тортик. Не тортик, а пирожок. До этого он был лимонный, а здесь вот такой ваниль-вишни. То есть, смотрите, половина ваниль, половина вишни. Такая вот с дубом. И в этом же пакетике, во втором, вот такие вот слойки. Слойки у нас с чем, девчонки? С вишневым джемом. Вот. Вот как они выглядят. Запаковано все, как бы, отлично. Так, третий пакет. Третий пакет, девчонки, овощи, фрукты, зелень. Заказала укроп. Укропчик наисвежайший. Вот один листик только желтый, видите, да. Все, как бы, тоже отлично. Морковки килограмм. Немытый. По 14 рублей она, по-моему, была. Киви. 300 грамм, по-моему, если я не ошибаюсь. Вот 4 штучки. Кстати, мягкие. Вот, молодец, девушка-сборщик. Выбрала мягкие. Лимончики. 2 штуки 300 грамм, по-моему, тоже заказывала. Яблок. Килограмм. Вот такие вот, забыла, девчонки, их название. Неудобно, конечно, что нет бумажного чека. Ну, присылаю это вот только вот на электронную почту. Капусты-качанчик. Ну, как бы, прекрасный, замечательный, тугой такой капусты-качанчик. Тоже все отлично. Четвертый пакет. Пакетов вообще не жалеют. Теперь можно для мусора пакеты вообще не пупать. Вот моя любимая масочка. Она есть почему-то только у нас в Ашане. Освежающая экспресс-маска для лица. Сейчас будем ее с вами делать. И заказала по вашим советам, девчонки, вот такой вот крем солнца и луна. Зимний детский крем от ветра и мороза с витамином АЕФ. Вы мне, кстати, даже не одна девчонка, а несколько советовали его на зиму щечки мазать ребенку. Потому что у нас сильно очень обветривает. Мы прям на мороз чувствительны. Вот так он выглядит, девчонки, с 0 плюс 24 на 7. Попробуем сегодня же обязательно. Они у нас сейчас практически всегда обветренные. Так, какой же по счету пакет? Я сбилась пятый, наверное. В пятом пакете у нас чай. Вот такой лифтон заказала мужу. Согреть теплом, малиной, шалфей. 25 пакетиков. Я чай не пью, он потом расскажет, как она. И себе взяла цикорий. О, тут даже шиповник в подарок, смотрите. Цикорий, потому что отхожу от кофе. А цикорий раньше пила, вместо кофе постоянно. Утро все равно хочется чего-то тепленького в холодное время выпить. Летом я обхожусь, я могу водичку с лимоном себе с утра как бы сделать. Потому что ни чай, ни кофе я сильно не люблю, особенно чай. А цикорий тоже вкусный. Вот такой вот взяла цикорий натуральный, растворимый. С молочком пить. Красота. Так, и последний пакетик. Здесь колбаса. Здесь колбаса. Вот такую взяла, девчонки, дымовицу в нарезке Останкина. Или дымовица, как она правильно называется, из лопатки. Совсем бюджетно стоила, чтобы меньше 100 рублей. Так, потом вот такую нарезку колбаска сырокопченая, сырчичен. Тоже там довольно бюджетно была в районе 100 рублей. И любимая колбаса моей дочери, это вязанка, либо вот такая стародворья молочная, либо докторская. Вот такую колбаску. Тоже цена была нормальная. Вот и все, в принципе. Вот это все, что я вам показала, вышло на 1800. И я заказывала, девчонки, два контейнера. Хотела сделать у себя там на машинке, организовать хранение более компактно. Такие красивые два контейнера, по цвету ванны у меня, плитки. Все как бы здорово. Совсем бюджетно, что-то рублей по 80 каждый. Но не было, к сожалению. Вот их не было. Разобрали вчера, сказал девушку прям. Вот, и заменить пока нечем. Так что я немножко расстроилась из-за этого. Ну ладно, куплю себе где-нибудь потом в фикс-прайсе или в гламарте где-нибудь обязательно такие контейнеры найдем. Так, ну вот и все, мои хорошие. Сейчас будем с вами переключаться в ванну. Сегодня у нас уход, сделаем масочку любимую. Девчонки, еще забыла, еще же туалетная бумага. Она 100 с чем-то рублей стоила. Папе мне нравится, это трехслойная, 8 рулонов. Она такая в фиксе есть. И даже, по-моему, в ашане цена чуть подешевле, чем в фиксе. Сейчас будем с вами очищать кожу мицеллярочкой вербена. Что хотел сказать еще по поводу Сбермаркета. Девчонки, это не реклама, не подумайте никоим образом. Мне кажется, такому сервису огромному... Ну, не то, что сервису, это же от Сбербанка все идет, да? Такому концерну, такому банку реклама не нужна. Нет, конечно, нужна реклама, нужна всегда. Но я не знаю, сотрудничать ли с блогерами или нет, это как бы, ну... С моей стороны точно не реклама. Просто вы давно меня просите делиться и продуктовыми, в том числе, покупками. Я могу сказать, что пока у меня только положительные эмоции. Все очень нравится. И в плане доставки, и в плане курьера. Если хотите, кстати, бесконтактная может быть доставка. То есть он вам поставит по двери, позвонит, в двери уйдет. Ну, это вот, допустим, удобно для тех, кто на карантине, да? И вообще, кто не хочет контактировать лишний раз. По поводу оплаты, там несколько способов. Я выбрала, ну, самый удобный для себя, это карты онлайн. То есть я привязала карту, и я делаю заказ заранее, с вечера. Вот я на работе вчера была, сегодня с утра приехала, да? И на 10, с 10 до 12 заказала себе доставку. Приехала с работы, хоп, мне продукты привезли. Ровно в 10, кстати, привезли. Вообще здорово. И оплата снимается тогда, когда ваш заказ уже соберут. Не сразу, то есть, потому что что-то может не быть. Или по весу там фрукты, овощи и так далее. То есть я вчера отправила заказ. Мне сегодня, как и в прошлый раз, где-то пол девятого в девять позвонили. В девять, наверное. Позвонила сборщик, девушка очень вежливая. И сказала, вот чего нету. По весу, по этим вот булочкам. Все сказала. И после того, как заказ собрался, мы с ней обговорили все тонкости. Только после этого списалась оплата. То есть практически передоставкой. Там можно выбрать пункт доставка карты курьеру. То есть курьер придет, видимо, с терминалом. И вы по факту можете при нем проверить. Но на всякий случай, мало ли, если вы не доверяете. Я после двух заказов как бы склонна доверять. Все отлично. По срокам годности и по всему. Дальше пенка у нас будет. Глобал Оксиджен. Смываем мицеллярку. Вот, можно проверить и потом уже оплатить курьеру ваш заказ. Так что для меня это на данный момент мега удобно. У меня сейчас совершенно нет никакого желания мотаться по магазинам. Для меня это выгодно. Потому что когда я иду в магазин, я трачу больше. А здесь я посидела, полазила с умом. Заказала именно то, что мне нужно. Ничего лишнего. Магазин вроде приходишь, глаза разбегаются. И начинаешь хватать много того, что и не нужно. Поэтому я вот довольна по всем пунктам. Абсолютно. То есть выбираешь удобное для себя время. Выбираешь те продукты, которые нужны. Тот магазин, который тебе нужен. Я надеюсь, что в будущем расширится ассортимент именно магазинов. Может быть будет там доставка из магнит. Хотя у магнита, по-моему, есть доставка своя. Но мне понравилось метро больше всего заказывать. Как-то и по ассортименту, и по ценам. Мне больше всего понравилось там. Хотя в Ашане много разных продуктов для дома. Те же самые ящики для хранения, которые мне не пришли. И косметики там много. Так, ну все. Я смываю пенку. Сейчас хочу нанести кислоту от Organic Zone. Кстати, вот самый мой любимый пилинг. Они очень похожи с шагом А от Фаберлик. Обожаю. Я еще себе заказала, кстати. Это у меня с лифтинг-эффектом. Да, я такой же себе один в один заказала с лифтинг-эффектом. С аха-кислотами. У нас от Фаберлик пилинг тоже с аха-кислотами. Это такой гель. Это аха-кислоты в небольшой концентрации. Девчонки, они не страшны. Мне вчера просто девочка, консультант, написала. Я, говорит, давно приобрела фаберликовский пилинг и боюсь им что-то пользоваться. Говорю, не бойся, у Фаберликовского вообще минимальная концентрация этих кислот. Как раз для домашнего использования. Да, первый раз, почему-то первый раз, очень сильно лицо краснеет, жжет. Кто-то из девчонок написал в нашем тяде, что мне показалось, что у меня лицо выжжет сейчас и просто слезет кожа. Но нет, все нормально. А второй раз уже лучше. А третий, четвертый, вообще такой сильной почему-то реакции нет. Да, жжет, да, есть какие-то покраснения. Но я как вспомню первый раз, когда года полтора назад я применила пилинг, да, и, ох, у меня лицо было красное часа четыре, это минимум, точно. Это минимум. Я на веки тоже наношу, но вы смотрите, девчонки, по состоянию своей кожи, потому что я это я. Если она у вас тонкая на веках, то не надо, конечно, так делать. А я люблю, потому что я считаю, что кислоты нужны всей коже, а не выборочно. Вот. Щипет, начинает красиветь, но все терпимо. В последующие разы уже как-то вот такой вот реакции дико сильной нет. Мы должны его с вами держать всего несколько минут, потом хочу протестить, но не протестить, я уже один раз попробовала с вами продукты из адвент-календаря. Да, это совсем не бюджетные марки. Филография лаборатория, да, это крем для кожи чувствительный. Антиэйш, по-моему, тоже серия. Мультикорректирующий крем для... А, это для глаз, это для глаз, для контур-глаз от морщин. А для лица Рексалайн Дерма, вот этот вот продукт, протестим. Он у нас как раз крем, омолаживающий для чувствительной кожи лица, для любого типа кожи. Но перед этим, конечно, сделаем вот такую вот масочку. С вами мою любимую. У меня, кстати, еще осталось, надо добить старую версию. Вот она у меня всегда есть, девчонки. И это прям палочка-выручалочка на утро, особенно если вы опухли. Да, вот тут как раз мне на один раз, наверное, старую упаковку. Я вам уже говорила, как она круто сгоняет отеки, как она пробуждает вообще. То есть, если вы не выспались, вот я лучше этой маски ничего не могу, девчонки, посоветовать. Хотя маска перепробовала миллион просто. Сгоняет отеки, освежает цвет лица, появляется румянец, появляется свежий. Глаза моментально открываются, потому что она немножко не жжет, а пощипывает слегка. Есть вот этот эффект, который через несколько минут проходит, и по факту у вас кожа потом вообще обалденная. Так, я сейчас еще пять минут похожу с пилингом, смою его, вернусь к вам делать маску. Смол я пилинг, лицо немного покраснело, но такое гладенькое, уже чистое. Сейчас будем наносить с вами масочку. Агафью, любимую, дорогую. Ее можно наносить тонким слоем, у нее расход маленький, таким вот прям прозрачным. Ментол, что ли, немножко бьет в нос и в глаза, но это быстро подходит. Я люблю, проходит, я люблю ее и навеки наносить. Вот лицо начинает щипать, особенно после пилинга. И навеки наносить, потому что снимает отек. Прям, эх, вырви глаз. Ох, как хорошо щипет-то после пилинга. Вообще, девчонки. Прям щипет-так щипет. И немножко навеки, тоненьким слоем прям. Все, сейчас я с ней буду ходить минут 20. Она практически вся впитается в кожу. Перестанет сейчас через несколько минуточек так щипать. Будет все комфортно. И потом личико будет прям персик. Смыла масочку. Сейчас немножко протеинизируемся биомикой. И, знаете, терпимо. Я до польки, конечно, больше второй брать не буду, но так ничего. Увлажняет. Все нормально. Все отлично в этом плане. Кожа чистая. Все после масочки такая упругая. Румянец, как попка у младенца. Так. И что, 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 что? На все лицо мы с вами сейчас нанесем вот этот вот крем от Rixal Enderma для чувствительной кожи? Чем он мне понравился? После него лицо очень напитанное. Безумно напитанное. Без утяжеления вообще. Найти питательный крем, который бы не утяжелял и кожа бы его всасывала, это, конечно, тяжело. Поэтому действительно понравился. Еще девчонки говорили по срокам годности. Приходят переклеенные сроки годности. Здесь на тубе прямо написано. Все со сроками годности нормально. Ну что, в адвент календарей кладут, мол, просроченные продукты. Я совсем немного наношу на лицо. Запах у него очень приятный. Лицо как будто прям вот впитывает. Сначала оно такое... Да нет, даже не сначала. Оно не поблескивает, в принципе, абсолютно. Я бы его назвала даже питательным и матирующим одновременно. В то же время он, имея плотную структуру, абсолютно невесомное лицо. Поэтому прям вот здорово. Вообще понравилось. Я так понимаю, это у нас не бюджетный крем, а я, конечно, не куплю такой полноразмерку. Но на зону декорта сейчас тоже не несём. Потому что и так полно всего достойного в уходе. Но он действительно классный. Как-то и тон выравнивает. Не пойму, какой-то налёт. Остаётся такое ощущение, что светоотражающие частички в креме есть. На пальцах остаётся что-то такое непонятное. Он сейчас буквально за 2 минуты впитывается. Лицо напитанное, но без жирного блеска и матированное. У меня сейчас нормальная кожа. Нежирная, некомбинированная. Абсолютно нормальная и не сухая. Чему я несказанно рада. Практически любой уход подходит. Так, теперь вот этот вот филогра-лабораторис, да, крем вокруг век. Я совсем его чуть-чуть возьму. Каплюшечку. И вверх, и вниз нанесу. Тоже понравился. Вы знаете, мне не все далеко крема для век подходят. И вообще я ими пользоваться не люблю. Я как-то одним кремом на всё лицо, который нравится, редко когда отдельно пользуюсь кремами для век. Потому что многие из них ещё, но всё-таки близко к глазу, да, наносишь. Если далеко наносить, ну тогда смысл какой в этом креме вообще. Нам же нужно, чтобы он поработал на веки, правильно. От морщинок нас избавил. Это всё всё равно близко к глазу, близко к ресничному краю и слизистый. Так, крышка упала. Вот. И многие кремы вызывают дискомфорт, раздражение и слезотечение. Я такие не люблю. Вот этот ничего не вызвал. Сейчас пройдёмся теперь. Так. Массажёром фаберликовским-кварцевым, чтобы закрепить эффекты. Вообще красота. И будет красота. Почувствуешь себя снова белым человеком. А девчонки, могу сказать, что после постоянного применения в течение уже более чем двух недель, я вижу эффект. Эффект какой? Ну что ты? У меня наклейка тут отклеилась, я теперь не знаю, куда вертеть. Ну-ка, давай это. Не мудри. Вот. Вот. Эффект какой? Эффект лифтинга вижу. Действительно. Потому что если мы всё делаем по массажным линиям, он будет. Я вижу эффект лифтинга. Я вижу лёгкий эффект разглаживания кожи. Она лучше впитывает все крема, сыворотки и так далее, которые мы наносим на кожу перед массажем. Соответственно, она выглядит лучше. Я заметила эффект. Я могу вам сказать, что тот же самый эффект у меня от роликового вот этого вот массажёра, такого, да, в розовой упаковке. Если пользоваться им постоянно. Вообще такой эффект будет от любого массажа, если делать это регулярно. Ну хотя бы один раз в день. Если с утра прям вам лень, вы так спешите на работу, то хотя бы один раз в день вечерком лечь себе, помассировать личика каким-нибудь массажёром или хотя бы пальчиками. Единственное отличие вот этого массажёра, что здесь действительно вот этот вот розовый кварц. Он вроде как тоже благотворно влияет на кожу. Что ты заедаешь? Вот. Ну всё. Я сейчас на тебя обижусь. Он вроде как тоже благотворно влияет на кожу. И вот эта вот его гладенькая поверхность, да. И то, что он холодненький. То есть можно им с утра при похлости и синячке немножечко сделать посветлее, да. Вот эту свою на лбу. Вот, кстати, вам видно её сейчас, да. Когда сплю меньше 8 часов, её всегда больше видно. Поэтому я давно уже сделала вывод, что если вы хотите, чтобы ваше лицо дольше было молодым, вы должны спать. У вас должен быть здоровый, полноценный сон. Не меньше 7 точно. Но по мне вот даже 7 мало. Я 7, если сплю, у меня за это время кожа не отдыхается. Мне надо 8, 9, лучше 10, 11. Тогда с утра всегда просыпаешься свеженькой, отдохнувшей, кожа выглядит потрясающе. Потрясающе. Поэтому, мне кажется, это самый первый фактор, ну, наверное, после генетики, который отвечает за молодость вашего лица и вообще всего организма. Это сон. Нормальный, здоровый, полноценный 8-часовой хотя бы сон. Тогда всё будет чуть-чуть. Так как сегодня я споломала, наверное, сколько часов? 6-6,5. У меня морщинка эта более видна. Завтра я встану выспавшейся, её будет практически не видно. Мне понравилось, как он работает на зоне декольте. То есть у меня здесь есть тоже, видите, морщинки? И после проработки они прям разглаживаются на глазах. Ты прекратишь заедать или нет? Что там, батарейка отходит, что ли? Не могу понять. Видите, они прям разглаживаются на глазах, становятся менее заметными. Тоже не пренебрегать, если вот эту вот процедуру делать ежедневно, то всё будет отлично. Оп! Всё разглаживаем. Что? Что тебе надо? Девчонки, у кого такой массажёр у вас заедает? Не пойму, что с ним. Потрясёшь опять. Такое ощущение, что батарейка отходит. Вот так всё как следует. Проработали. Всё, красота. Страшная сила. Ну, это всё. Уход с вами сделали, девчонки. Кожа крем практически впитала весь. Она напитанная. Она такая упругая. Не просто увлажнённая, а прям напитанная. Классно. Вот сейчас холодное время года. Это действительно то, чего не хватает. Так, ну всё, мои хорошие. На этом влог тогда буду заканчивать. Надеюсь, что видео было вам полезно и интересно. Я вас очень люблю. Всех целую. До следующих роликов. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok